Игорь Агеенко, Дмитрий Иванников и Павел Ковлега. Вести из Мурманска. Жертвой звонка из СИЗО чуть было не стал наш коллега, корреспондент телеканала «Россия» в Мурманске Игорь Агеенко. На его сотовой позвонили, когда он с женой возвращался домой на машине. Развод называется «Еду к тебе, попал в неприятности». Ну, я его так назвал. То есть, по сути, тебе звонит человек. Говорит, здорово. Ты такой, ну, привет. Узнал. И, естественно, каждый человек, который хочет быть хорошим, он такой, ну, Серега, ты что ли? Или, там, Антон, ты что ли? Да, слушай, там, вот так и так. И мошенник таким образом втирается в доверие. Разговор с неизвестным Игорь сначала записал на автомобильный регистратор, а затем на камеру смартфона. Видео с переговорами журналист опубликовал в своем блоге. Вот эти кадры. Аферист всячески пытается втереться в доверие. Алло. Алло, алло. Алло, здорово. Алло, еле дозвонился. Еду по трассе связь, побываясь. Узнал? Ага, да, Саш. Как дела? Я на машине еду, со второй стороны хотел быстрее заехать. А, слушай, ну, в Белогорске-то, а что ты там делаешь? Ну, по делам приехал. Да ладно. Ну, давай, давай. Смотри, я где-то минут через 30 подъезжать буду. Ну, подъезжай. Мне повезло оттянуться, потому что я сменил несколько регионов по жизни. И когда он такой, я говорю, ты что, в Мурманск едешь? Он такой, да. А где сейчас проезжаешь? Ну, этот, как его? Этот, как его? Там недалеко находится. Я говорю, Белогорск, что ли? А Белогорск – это город в Амурской области, откуда я родом. Ну, естественно, Мурманск и Белогорск – это расстояние там несовместимое. Это там тысяч 9 километров. Он такой, да, Белогорск. Так называемый старый друг позвонил снова, когда Игорь уже приехал домой и обратился с неожиданной просьбой. Алло, алло. А вот, слушай, за чем звонил, у тебя в Гаристое есть знакомые? А что такое? За дверь плашной остановили решение права говорить до полугода, представляете? Ну, знакомых нет, нет. Я говорю, командир, ну, я не подставной никакой, еду в гости. Ну, говорю, не веришь, я трубку там тебе подтвердят, я еду в гости, никакой не подставной. Давай как-то решим на месте. Естественно, человек начинает передавать трубку вот этому «э, здрасте». Человек, ну, хороший друг, он пытается своего вымышленного Серегу отмазать. И сотрудник ДПС, типа, я деньги-то не беру на самом деле, но вот вы можете карточку, и на карточку можете переслать. Э, да, наш лейтенант Алексей Николаевич Савинов, фамилия моя, слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Че там случилось такое? Так, данный гражданин родственник ваш? Да нет, не родственник, просто близкий приятель. Ты, приятель, объясни, что в ни в коем случае тебя так никогда не вел. Сел ко мне в машину, начал саму просто пихать сиськи. У меня на груди камера, в машине камера, у головы, в своей думы. Хотя человек на том конце провода говорил очень убедительно, журналист понял, что на трубке висит машинник, поддельник мнимого друга. Игорь Агеенко решил узнать, чем все закончится, и продолжил играть роль. Может, есть шанс как-то договориться. Ну, простите, идиота, че он, ну дебил-то. Так вы здесь, как бы. Да, я могу к вам обращаться. Ко мне можете, Александр Владимирович. Александр Владимирович, ситуация следующая. Так брать деньги я не могу по двум причинам. Во-первых, у меня все зафиксировано на камеру, как будто он мне их лихал, это раз. Так. Это надо будет удалять. Во-вторых, по новому законодательству Российской Федерации, я при исполнении, при себе, не имею права охранить наличные. Понятно, да, у нас борьба с коррупцией идет. Есть, и ответственный проверяющий все это контролирует. Ну, и че вы прилагаете? Так, значит, я дам номер карты, это моего напарника, только на карту. Здесь наличными я брать не могу, по каким причинам я вам объясню. Ну, так вы ему дайте, мне-то зачем? Пускай он с карточки переводит. Мне-то к чему эта вся информация? Извините, связь прервалась. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!